Так, хочу показать свое рогатое хозяйство. Это вот в огород мы перекрыли вход к корове. А телята, ну, бывает иногда проскакивают, когда я их отпускаю гулять. Вот. Корова у нас ходит вольно, потому что она, бедная, полгода болела. И в итоге мы ее взяли, отпустили. И тьфу-тьфу-тьфу, вроде все прекратилось. Так, рыжий! Вон рыжего туда перевели. Эту картошку я выкопала. Вот где черная. Там Маруська ходит, это Зоря, это Гошек. Ой, это у нас тут коровник. Вот. Что значит? Взяла и не выпустила вовремя корову. Двери закрыла утром. Вот она мне намесила, и сама грязная, как поросенок. Еще не убирала. Надо не закрывать. Видите, я прожалела что-то, думала, будет холодно, заморозок ночью. А коровы же, вон, как в Сибири, 40 градусов так выдерживают. И стоят в сарайчиках в таких же. Больше так не буду делать. Буду одну створку всегда открытую держать. Это у нас тут солома. Такая хорошая, желтенькая. Это тут у нас третюка зеленой люцерки. О, корова постоянно ходит, он дырки делает. Это тут старая люцерка. Ну, первая самая, наверное, еще. Это тоже у нас тут солома. А это тут, когда солому здесь выгружали, вот все остатки. Ну, пойдет коровам на подстилку. Поддонами все, позакрыла все тюки. Там кукуруза у нас. Гошик? Гошка, поварешка. Раскидывает мне тут драгоценное зеленое сено. Так вот, ему 7 месяцев. Будет 18 ноября. Ой, у нас вон там корова стояла. Сейчас ходит больно. Вот, все позакрыла, позакрыла от этой зори. Везде морду свою запихнет. Вон, со всех сторон. Это все у нас кукуруза. 16 тюков, по-моему, кукурузы. Тоже вчера вот здесь все убирала, убирала. Зоря, он тут что творит. О, уже и откинули. Има ручку сюда поставила. Так, надо это поставить. А то они сейчас... Со всех сторон мне тут раздербанит этот. И так уже. А морозки вот 8. 8 месяцев будет 15-го. Зоря, вот ты не можешь под ногами есть. Обязательно тебе лезть туда надо, да? Зоря. И лезет, и лезет. А это месяц под ногами. Надо еще поддонное позакрывать. Маруська. А, Маруська. Маруська. Тимаруська красная, прекрасная. Ти красная, прекрасная. С тюбчиком. С тюбчиком. Здесь вот тоже все было в кукурузе. Два тюка, по-моему, раскрыла. Это я вчера убрала. Вчера, позавчера сухую убирала, накрыла. А это тоже, не знаю, подсыхать будет. Вроде мы измельчитель купим. И кукурузу без измельчителя, это деньги на ветер, я считаю. Вот эти бодели все надо же измельчить. Тогда будет. А то они не едят, вон, выбирают. Выбирают. Вот. Так что в этом году у нас навоза будет немерено. Вот, молодец. Гоша, иди. Иди ко мне. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Ты мой хороший бычера. Ты мой хороший, хороший, хороший. Все, ешь. Вот зеленые это любят. Ох. Ну, все вроде бы. Вот такая у нас. Вот такая у нас. Это сейчас еще, наверное, сколько? Часов восемь. Наверное, да? Рано еще. Все. Я уже управилась. И пойду домой. Сегодня мне надо семь петухов и четыре бройлера прибрать в морозилку. А на улице так хорошо. Вообще неохота никуда домой даже заходить. Но уже почти листьев нет. Вот грецкий орех. На нем нынче было столько орехов. Молоденький. Вот первый год. А вот на этом орехи огромные, огромные орехи были. Но белок, белок развелось ужасно сколько. Вообще, я не знаю, они их тут десятками бегают, если не сотнями. И они все орехи посеяли. Все с дырочками. Как они так их прогрязают? Ну-ка, я пойду на еду, попробую. Как они их прогрызают? Эти орехи. Вот как? Вот. Вот такую дырочку делают. Ну, как это они так? Брундуков я тут не видела как-то. А вот белки кругом. Вот. Так что, вот такие пироги. Пойти там показать, что у нас в огороде. Ну, может, попозже. Ну, вот. Покажу, что в огороде еще. А, это у нас тут еще тракторочек стоит, мотоблок. Ой, малину надо полоть. А тут еще вон перец висит. Цицак. Это я клубнику посадила. Пересадила сверху всю клубнику. Эта клубника вернулась на свое место. Законное. это у меня тоже тут еще перец. Это горький перец. Такой красивый. Ну, и баклажаны еще. Ничего уже больше делать не буду. Нету времени на все. Это тоже клубника. Уже приросла, хорошая такая, прижилась. Молодец. смородина такая, как в Сибири, пахучая. А это я гвоздика игольчатая по краю. Так она разрастается хорошо. А на следующий год я представляю, какая здесь будет красотища. Это вон соседи у нас все позагородили от своих гусей, чтобы они к нам не ходили. они только выйдут и сразу вот сюда вкупань. Купань такой красивый, глубокий. Вот еще тыквы не убраны. О, там тыква. Так, поставлю ведра. Вон тыква какая огромная. Надо мне ее это будет взвесить. Сколько ж интересно. У меня рекорд. Самая большая тыква была 52 килограмма. Мне кажется, это тоже такая же будет. Вот тут еще тыковка. Сегодня надо срочно все это убирать тыквы, потому что завтра сегодня ночью будут заморозки. Минус 4, а может и больше. Вот. О, вот и заморозочек был, конечно, тоже. Вот один куст оставила. Он отойдет, конечно. Так оставила на салатике. А вон у меня тоже клубника. это первая грядка купчиха. Вторая и третья грядки джоли. А это вот моя грядка. Ой, моя клубника, 4 грядки. Я вот отсюда все, 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 все убрала. Здесь раньше клубника была, сколько она, три года здесь была. И я ее убрала. вот здесь пусть на новое место. Так, огурцам все уже? Все, уже плети надо убирать. О, тут еще перцы тоже надо убирать. Все, уже хватит. Я нах, сколько там. а там зелененькое это овес. А вот это зеленое это редька. Я вот ее уже вот большая она вот это еще осталось не убирала. А это я уже все, 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 все. Скашиваю серпом. Вот так вот. И она отрастает. О, уже отросла. Я не знаю, как ой, а редиска какая. Выросли. Посмотрите. Французский завтрак. Гроб. Сейчас я ее возьму, если вытащу. О, какая по сравнению с рукой. Огромная. И вот начала так. Сначала в сентябре сидела, даже нет. А тут как пошла, пошла, пошла. Вон что творится с ней там целые эти огромные. Вон она какая по сравнению с рукой. Редиска называется. Так, кыса. Кыса бегает за мной. Ну, кукур... Ой, капуста пусть стоит. Капуста пусть стоит, ждет первого хорошего заморозка. Замерзнет, потом отойдет, и я ее срублю. Вот, вот мне нравятся вот эти ноготки. Так они. Уже который второй год так вот растут они у меня. Прям косни такие пушные становятся. Я их обрезала сухое все, что летом росло. И оно по-новое все, он зеленое. А это я посадила целое ведро семейного лука. тюрьное ведро. Это я рассадила декабристов. Вот я тут гайлардию все почистила. И решила уменьшить я свой цветник вот до вот этих размеров. а тут вот буду сажать. Ну вот лук посадила. Все хватит мне уже с этими цветами возиться. Здесь вот ирисы рассажу. Ну весной наверное. Нет скорее всего что к осени ближе здесь я их посажу потому что они у меня там целая аллейка. Розы еще цветут. это гайлардия. Я остальную еще повырезала гайлардию. Она мне так надоела уже. Ну зря кстати надо было ставить. Ну вот скоро зацветут кстати. Вот набирает цвет. Это розочки у меня тут такие хорошенькие. Вот еще этой гайлардии. Ну она конечно будет не знаю она вообще будет до весны вот такая зеленая ничего с ней не будет. Ничего с ней не будет. тоже розочки. А вот тут чего-то вдруг вылезла абрикоска. Ну пускай растет. Там у меня два кусочка жимолости. Хорошо росли. Посмотрю как на следующий год. Но еще надо будет подкупить. Говорят же нельзя два растения это мало. Надо чтобы еще были опылялись. розы. и как всегда розы и цветут и цветут и цветут я уже не знаю какой раз. Вот еще раз я их обрежу. Я думаю что они еще раз зацветут. А может нет? Нет зацветут. вон там бутонов еще сколько. Молодец. Такая красивая как будто в вазе стоит. Букет прям такой красивый. И эти тоже молодцы. Цветут и цветут и цветут и цветут. Прям такие красивые. В этом году прям какой еще вырос. Вырос прям так что А здесь я сделала аллейку маленький ирисы карликовые. Выписала которая карликовые ирисы. Здесь наверное сколько у меня их? 16 16 сортов. А вот здесь наверное сортов должно быть 100. Вот 100 сортов у меня вот на этой аллейке высокие ирисы. Средние и поздние и ранние но тут всякие есть. Так что вот работы непочатый край. Киски и везде за мной бегают и управляются где хожу по стайкам они везде за мной вот эти две кошечки две кошечки ну ну все красиво так все везде уже желтое а это такое зеленое изумрудное метро.